Счастье, безосознанности, иллюзия. Любовь безосознанности, просто привязанность. Поэтому я желаю в первую очередь осознанности. Будет осознанность, полумёртвый человек может выздороветь, не будет осознанности, самый здоровый, самый сильный может довести себя до состояния инвалида. Поэтому, братья и сёстры, как присутствующие здесь, я желаю всем-всем живым существам во Вселенной, в первую очередь самоосознание, осознание своей духовной сути и осознание Всевышнего. Слава Рам! Ну что ж? А мне что, где взять для энергии что-нибудь такое? Батарейку что ли дополнительную? Да, вставить куда-то. Зачем? Да я смеюсь. Ну, чтобы на меня шли, допустим, энергии положительные. Так и так идут. Я знаю, что идут, я их чувствую, но отрицательные вот это вот, ну, как сказать, у меня забирают через пробои. Будем бороться. Я знаю, что идут. Трудиться. Да, надо трудиться. И действовать. Да, надо бороться. Я понимаю. Поскольку, в принципе, здесь я занимаюсь занятиями по самоосознанию, то, соответственно, и эту тему предлагаю сегодня рассматривать. То, что вы ничего против не имеете... Это еще ничего не сказано. Это хорошо. Да. Это очень даже хорошо. Но еще ничего не значит. Но было бы хорошо, чтобы еще что-то за... Чтобы еще согласно было. Вот. И поэтому для начала вопрос. Как вы себя осознаете? Ну, искрой Божией или как же? Начало. Искрой Божией. Прошу детализировать этот ответ. Ну, детализировать в какой степени? Ну, имеется в каком смысле? Ну, во всяком... Во всяком смысле. Во всяком смысле. Но искрой Божией, которая исходит от Всевышнего Ра. Правильно? Ну, исходит. И что дальше? Ну, вот и пришла сюда. Для того, чтобы усовершенствоваться и опять прийти к нам. А каким путем вы с телом связаны? Каким путем я с телом связана? Ну, как... Вот через родителей, к сожалению. Почему к сожалению? Ну, потому что их, к сожалению, не выбирают. А вообще-то, может быть, я их и выбрала. Как раз они мне такие вот и нужны были. Ну, что сделаешь? Уже какие были. Ну, так. Ну, и, надеюсь, хорошие? Нет, к сожалению. У меня родители были, к сожалению, противоположные, чем слово «хорошее». Это правда. И ничему хорошему они меня никогда не учили. Ну, значит, хорошее только в переносном смысле слова. О, в противоположном. Но это всё равно хорошее. Пока ещё... Чтобы что-то хорошее от них вспомнить, чему они меня учили, совершенно нет ничему. Даже вспомнить ничего. Неважно. А я имел в виду чуть-чуть, в принципе, другое. Ну, я вот такое. Как именно вы себя осознаёте? Вот вы сказали, что вы себя осознаёте искрой. Да. Хорошо. Но здесь, в материальном мире, вы представлены в виде тела. Ну, да. Как вы осознаёте эту взаимосвязь? С искрой? Божьей? Угу. Ну, вот то, что приходится мне находиться в этом теле для того, чтобы, ну, вот, получать уроки жизненные, так будем говорить, проходить их. В познании, там, будем говорить добра, и так далее. Сейчас я буду очень каверзный такой вопрос задавать. И зачем? Надо. Надо? Как я иногда говорю с особой жестокостью. Прямо-таки? Да. Вот этот вопрос будет именно такой. Это только и мне, или это все такие вопросы? Это вообще-то не вопросы, это что-то вроде как пыток. А по-украински пытаться, означает спрашивать. Да? Ну, ладно. А я украинец, так что? Так-то спрашиваю, да? Да. Это что-то вроде, ну, ладно, я слушаю. То есть вопрос с особой жестокостью. Да. Да. Как именно вы осознаёте свою связь со скрой? Как именно я её осознаю? Угу. Свою связь со скрой? Так это я сама и есть. При чём тут связь? Прекрасно. Я хотел у вас сейчас чуть-чуть. Какая связь может быть, когда это я и есть? Как я могу с собой иметь связь? Прекрасно. Прекрасный ответ. Ну, а как иначе ответить? Некоторые начинают говорить, а я чувствую, что у меня где-то там искра какая-то валяется. Ну, и разновидности данной фразы. Угу. Как вы себя, как искру понимаете? Опять? Да. Дело в том, что ум у нас, ну, ладно, у меня, на 3% работает. Да как я могу вообще себя понимать? Я её больше, как сказать, чувствовать могу. Кого? Ну, допустим, сердцем. Ну, не её, а себя вообще осознавать. О, это хорошо, что вы не поддаёте себе. Опять её. Но почему её, когда себя? Да. Себя могу более чувствовать, более осознавать сердцем, чем ум, потому что у меня ум ровно 3% о том, что у меня ещё работает. Что там, про его можно говорить вообще. Ну, всё равно что-то же работает, и это уже хорошо. Ну, насколько-то я ж не знаю, насколько он там работает. Ну, короче, я... Работает. Вот это дело другое. Вот это надо. Остановить. Вот это надо, да. Потому что я всё время чувствую, что он у меня просто-напросто сплетётся за мной. Ну, сзади там где-то, в общем, короче. Ум? Да, 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 да. Вот это точно. Ага, то есть у вас тонкое тело, ума отделённое. А я сама иду вперёд. А я сама... А он только соглашается. Это во многих случаях так. Это хорошо. Но соглашается. Как вы осознаёте свои тонкие тела? Ну, как я их могу осознавать, опять же, умом? Когда он у меня вообще ничего не осознаёт почти что. То есть вы их не осознаёте? А чувство – дело другое. А вот осознавать умом, у меня ум, ну вот, да, к сожалению, вот не разработан, будем говорить. Сказал бы хорошо. Да не очень. Но всё равно в любом случае, наверное, хорошо, потому что... Надо его разрабатывать. Это входит, значит, в планы всегошнего. По разработке ума. Да. Вот это нормально. А значит, хорошо. Да, это так должно быть. Так вот, всё-таки. Как вы осознаёте свои тонкие тела? Как вы их чувствуете? Как вы понимаете, что они у вас есть? Ну, в какой-то степени я просто-напросто это, ну, знаю, и я с этим, ну, как сказать, я знаю, поэтому и чувствую, или чувствую, потому что знаю, и так, и так. Знаете, потому что чувствуете, и чувствуете? И чувствую, потому что знаю. Ну, первично у вас всё-таки чувствовали. Первично я чувствовала, допустим, да, но не знала, что. А потом уже стала знать, что именно я чувствую. Вот, видите, первично-то так. В этой комнате присутствует одно тонкоматериальное существо. Ну, одно только. Большое, больше даже, чем человек, и очень развитое. Ну, имеется в виду со светлой стороны, правильно? Нет. Нет. И не с тёмной, а просто из духовместности. Ну, ясно. То есть их нельзя считать вредоносными, и в то же время они не сильно положительные. Ну, ясно, но почему только одно? Он других прогнал или их тут и не было? Не, ну, мелочи всякой-то достаточно. Да, это всегда так. Да, ну, просто одно существо большое. Ну, и что? Хорошо определить, где оно находится. Ну, не могу. Где находится, я не могу определить. В каком углу? Ну, допустим, там. Нет. Нет. Ну, я не могу определить. Я не могу. Понятно. Ну, я не могу определить. Какие образы, приходящие с... От какой именно из Манкараи? От какой? Я читала только одну. А, то есть вы исполняли только основную практику? Совершенно верно. А от те две Манкараи, которые... Не читала. Ага, понятно. Я только одну читала. Я так поняла, я не знаю. Надо было, наверное, меня записать, что именно читать надо. Понятно. Я только одну читала. Вы словлению текст приблизительно помните? Приблизительно, да. Но точно нет. А, не важно. Ага. Там есть фраза, звучит так. Мы видим, что мы всенадвечные искры, духи, самостоятельные частинки силы и славы Всевышнего Ра. Да. Еще на початку початки. Потрамовали душу свою. И в итоге меняем тела, уличные мукули, перевтеление, и тому подобное, и так далее. Не перевтеление, а перевтеление. Ну, я же там не знаю, куда там идти ставить ударение. Могу, конечно, не так сказать, но поменьше. Вы, конечно, этого не видели, но на Украине был такой премьер-министр по фамилии Азаров. Ну. Так он так ужасно говорил. Ну, может быть. Это его каждое выступление можно как юмористическое что-то такое смотреть. Может быть, потому что он тоже не знал, куда делать ударение. Он вместо кровососа говорил кровосиси. Ну, я не знаю. А зачем вообще слово кровососы говорить? Ну, это он там кого-то оскорблял, типа. Это был жар ходячий. Ну, слава богам, у нас уже такого премьер-министра нет. У нас уже другой. Похуже или получше? Ну, хороший такой. Борис. Его там обмаливают, чтобы он был каноничным. Каноничным в какой стиле? Как это? Не знаю, только помогает ему это или нет. Ну, ладно. А, то есть, какие у вас есть понимания этих фраз? Прямые. Хорошо. Ну, обыкновенные прямые, что мы есть частички Всевышнего Ра, и что на початках-початках, но с самого начала, в началох от него приняли души свои. И с того времени меняем тела, ну, в вечном уголе преувеличения, круги и тому подобное. Круги перевоплощения. Ну, правильно, правильно. То есть, говоря на российском языке эту фразу, это будет звучать так. Мы ведаем, что мы сверхвечные искры духи, самостоятельные частицы силой славы Всевышнего Ра, которые в начале начала получили свои души, и с тех пор меняем тела в вечном круге перевоплощения. Ну, я это понимаю. Вот со словом «отра малы» или «получили», здесь есть очень интересный нюанс. Слово «отра малы» дословно означает «отра получили». Маты и мес. Маты и мес, ясно. А с другой стороны слово «получили» означает «получу». То есть, как бы они чуть-чуть в разных аспектах проявляют одно и то же явление. Получение людьми по лучам света что-то от рам. Получу. Получу. Ясно, я поняла, я поняла. Интересно, конечно, да. Ну, а вот насчет круга перевоплощений, как Вы это понимаете? Ну, это кто сколько раз воплощался, я же не знаю, кто сколько. Ага, а как Вы думаете, сколько в среднем люди воплощаются? Я думаю, кто сколько, но кто может быть и тысячи, кто может и больше раз. А чем это может быть ограничено? Ограничено? Думаю, только духовно, ну, вот это восхождение. И больше ничем. И как это так получается? Ну, так, как я хочу сделать. Ага, то есть, Вы, допустим, говорите, не хочу воплощаться. Ну, я почему-то, и не почему-то, а чувствую, что я последнюю жизнь живу. И Боги говорят, ладно, не воплощайся. Нет, это не так. А как Вы думаете? Ну, я думаю, что мне надо каким-то образом, ну, как-то вот свое тело преобразить, чтобы пойти на следующую планету. А как Вы думаете, сколько миллиардов лет существует Вселенная? Ну, я не знаю, где-то там четыре, чем больше. Миллиардов? Ну, да, миллиардов. Больше шестиста миллиардов. Может быть. Вернее, триллиардов лет. Тоже может быть, я не спорю. Ага. Так может быть, или не может быть, дело другое. Дело в том, что Вы же знаете, что до Вселенной была другая Вселенная. Так, естественно, потому что все это временно. А до той Вселенной была еще одна Вселенная. А может и нет. И таких Вселенных уже было, и было, и было. Я все это понимаю. Почему? Потому что хоть и триллиарды лет, но все это временность. А Вечность, это по сравнению с Вечностью, это все ничто. Согласен, но за это время живые существа воплощались уже... Триллионы лет. Триллионы раз, скорее, наверное. Тоже может быть, я не спорю. Но я, когда это говорила, я имела в виду хотя бы на этой земле. Ну да. Вот я имела в виду, что. А с того времени, как мы отрамали души свои, вот это, действительно, там, может быть, и триллионы триллионов прошло. Потому что Вечность... Где мы на этой земле взялись, вы знаете? Что? Как мы на этой земле появились, вы знаете? Прилетели. А на чем? Откуда? С других планет. А что там там и сиделось? Ну, воины еще там постоянные были. И есть, в общем-то. И есть. И никогда не кончится, наверное. Ну, когда-то, наверное, кончится вместе с последней Вселенной. А она будет последней Вселенной? Ну, учитывая, что материальность временная. Учитывая, что Вечность не имеет конца, то опять и опять будут Вселенные. Ну, это в духовном мире, как бы, оно будет, но все равно, в конце концов, поскольку материальная обусловленность является неестественной для живых существ. Правильно. Одна материальная, как сказать, одна материя пропадет, ну, или там исчезнет, другая останется. Это я понимаю, это все временно. А Вечность, есть Вечность. Поэтому рано или поздно материальные Вселенные перестанут существовать. Ну, да. Но это еще нам не грозит. Ну, да. Это будет через миллиарды, миллиарды лет. Не имеет значения, но, в общем-то, мы должны стремиться выйти из материальных этих всех дел и перейти в духовный, правильно, о чем я, в общем-то, и хочу. И, если так разобраться, для чего я тут почему и нахожусь сейчас. Иначе бы я тут не находилась, жила бы себе где-нибудь, хоть где и все. Ну, да. Даже и не в лесу, а вообще так. Как вы понимаете пульс духовного восхождения? Это я опять что-то тут не так делаю или оно не включено? Оно что, снимает, правда? Все снимаешь, оно живое. А, живое. Путь духовного восхождения? Ага. Ну, естественно, работай над собой. Каким путью? Хоть и духовно, и телесно тоже. Начиная хоть даже с питания, начиная хоть даже с того же сна, начиная хоть даже... Да вообще, ну, с любых действий, и вообще с жизнью, ну, вся эта жизнь наша. Ну, и как вы это понимаете? Какими критериями вы определяете, где ваше развитие, где что-то противоположное? Ну, почему? Разные критерии у каждого человека. Нету таких критерий. Вы считаете, что нету? Ну, они что-то могут быть разные, у каждого свои. Ну, допустим, критерии дохождения до адреса, до которого вам сегодня могут дойти. Я поняла. Один человек... А, ну, для всех? Нет. Просто что люди могут идти по разным улицам? Один человек может дойти до этих, так называемых, критерий за одну секунду, другой за миллиарды лет. Ну, какие критерии вы знаете на этот счет? Ну, Радослав, у каждого свои, они очень разные. Нет, у каждого свои не могут быть. Разные, разные критерии. Ну, конечно же... Разные, ложные представления этих критерий. Критерии не едины, в принципе. Потому что, когда вы доходите до адреса этого, до этих ворот, вы видите эти ворота. И критерии дохождения до того адреса, куда я вам сказал, это чтобы увидеть ворота и понять... Понимаю, но до ворота этих можно пройти по разным путям. С той стороны, с другой стороны. Да, можно и телепортироваться, неважно. Правильно. Критерием прибытия в пункт назначения является нахождение человека в этом пункте. Угу. То есть, какие вы критерии для себя определяете, как те критерии, которые вас развивают, которые помогают вам самопроявиться? Поняла. Ясно. В общем, я делаю всё возможное, всю жизнь для этого, для своего духовного развития. И всё, что я могу сказать. Так, есть штуки, которые называются «Девять основ духовного развития». Помните? Так, что-то вроде такое чуть-чуть там помню. Что-то вроде такое чуть-чуть там. Да, хорошо. Это хороший ответ, правда? Конечно. Радослав, одну секундочку. В общем-то, я пришла сюда не для того, чтобы меня выпытывать, а для того, чтобы послушать. Так, я вас буду сначала выпытывать. Сначала пытаюсь. Для того, чтобы вы увидели хотя бы то, что вы не знаете. Ага. Потому что вот, уже мы определили, вы не знаете критерии духовного развития. Ну, хорошо, я вас согласна, пусть будет так. Ну, а как по-другому? Нет, ну хорошо, я согласна, пусть будет так, да. Значит, уже это та тема, которую дальше надо будет, осколки этой темы вытаскивать из вашей памяти. Хоть щипцами, хоть как. Ну, хоть чем-нибудь. И дальше дополнять уже тем, что там не будет обнаружено. И критериями духовного развития, основами духовного развития являются девять основ духовного развития. Хоть несколько из них вы можете назвать? Я еще все не помню. Мне говорила Одислава что-то там такое. Да я же, я в общем-то это все соблюдаю и так. Ну, вы это соблюдаете, это хорошо. Угу. Я только так для себя уточнила, ну как, для себя взяла то, что я и так живу таким образом, и так все это соблюдаю. Вот. А чтобы их там назвать, ты как-то я уже, ну, это такое дело. Я и так и таким образом стараюсь жить и вообще живу. И все. Я приблизительно догадываюсь, что вы, скорее всего, их исполняете. Угу. Ну, хотя бы приблизительно. Однако, все-таки в ветрах для того они и указаны, что лучше их знать, чем не знать. Угу. И для того, чтобы другому человеку, ведь если к вам придет человек какой-то и скажет там, расскажи, как надо жить. Ну, ясно. Ну, я ему в первую очередь говорю, чтобы он хотя бы, для того, чтобы стать человеком, нужно хотя бы перестать есть мясо. Потому что самое первое, что человек ест, то он и есть. Вот это я ему говорю. Дальше. Ну, конечно же, делать больше добрые дела и вообще стараться и не делать плохие и тому подобное. Вот. Ну, вот так вот. Прекрасно, кстати. Ну, а как иначе? Для начала. Ну, оно чуть не систематизировано. Для начала. И поэтому, если просто так это говорить, то человек не запомнит никакой схемы, как эта штука не работает. Да, если так разобраться, там и говорить некому. Хотя бы уже сказать, чтобы они не пили, не курили и не матерились. Вот это и то. Кто меня послушает? Ну, к сожалению, да. И все. Хотя есть девять основ духовного развития. Первое, отказ от нецелесообразных убийств. Ну, это я понимаю. Второе, отказ от самоодурманивания. Ну, так я же говорю, что у меня этого ничего нет. Отказ от незаконных половых отношений. А, да помнишь, этого ничего нет. Я же говорю, что... И отказ от лжи. А, ну да, да. А вот отказ от лжи, это, конечно, такое дело... Хорошее дело. Да, я понимаю, что такое. И очень полезное, потому что оно непосредственно помогает разработке памяти и мозга. Лошадь лукао, лошадь лукао, я понимаю. Он и есть лжец, и тому подобное. Она имеет сюда темные силы, с той стороны, с плохой, не с хорошим. Ну, и ловка, да. Да, это я понимаю, да. Ну, я хочу сказать про себя, вот, насчет лжи, да. У меня может быть кое-когда, и бывает, что я могу сказать неправду. Почему? Потому что не всем людям можно говорить правду. Интересная ситуация. Потом, я думаю, было бы, наверное, целесообразно разобрать это. Но для начала, то есть это четыре, чего нельзя делать. И тут же есть четыре, чего нужно делать. Это помощь живым существам. Ну, это естественно. Размножение благочестивого потомства, распространение истинных знаний и развитие сознания. Ну, я вот стараюсь развивать сознание. Четыре, чего нельзя, четыре, чего нужно. И, когда они все есть, они, как такая основа, сходятся в едином устремлении человеческого сознания ко Всевышнему. Да, да, я помню. То есть это так коротко и ясно, систематизировано, что надо делать, чего не надо делать. Да, я тогда про себя, когда это читала, я, ну, как сказать, я к себе это применяю, думаю, у меня все нормально, я это... Вот у тех же христиан, с которыми вы очень хорошо знакомы, но у них десять заповедей их. И что там первая заповедь? Это что надо служить Яговке. Ну, а я тут при чем? Нет, я сейчас просто для общего понимания этого смысла говорю. То есть получается, ничего не дали человеку, никаких нерегулирующих, неразвивающих принципов, ничего нельзя делать, нечего нужного, но уже сразу с первой заповеди служи Яговке. И только потом что-то, что там и там субботу почитай, и отца уважай, и еще что-то. И не убей, хотя иудеи это не убей, трактуют по-разному. Иногда говорят, что имелось в виду только не убей иудея. Ну, я это все понимаю. Вот уже кардинальные отличия. Или девять основ духовного развития, которые короткие, ясны и начинают с того, что надо убрать. И никто из разумных, понимающих людей ни разу не смог мне опровергнуть. И эти основы духовного развития ни разу не смогли доказать, что что-то из того, что нельзя, нужно, или что-то из того, что нужно, нельзя. Наоборот, многие говорят, ну да, мы понимаем, что это как бы правильно, но вот это все исполнять, это же тяжело, это же там еще что-то. Нет, я не считаю, что это тяжело. Хотя я не нахожу в этом ничего тяжелого, наоборот, считаю это естественным явлением, естественным образом деятельности разумного человека. Ясно, ну ладно. Что там дальше у нас? Дальше у нас и ближе у нас. То, что мы захотим, то дальше у нас и будет, и ближе у нас тоже будет. Ну ясно, это мы все разобрали, это и так было понятно. А дальше что там? Где? Ну дальше что там, по программе какой-нибудь, по пути духовного развития, что ли? А программа такая, которую мы создаем сами. Хорошо, я слушаю. А я говорю. Я что-то не слышу, вроде как. Как вы помните Светворение Вселенной? Опять? Да. Это опять пытки, что ли? Да. А я думала, вы что расскажете, а я хотела сказать нормальное. Так я же сначала запытаюсь. Хотя бы что-нибудь полезное. А потом я расскажу. Ну как, от Всевышнего Ра исшел луч. Куда, зачем, когда? Ну они всегда исходят от него. То искры, то лучи, ну вот и боги, это так называемые, ну будем говорить, да? Ну в общем, и они творят разные вселенные. И нашу вселенную, ну нашу вселенную, это Всевышний Рас сотворил, да? То есть, где-то он там себе был и думает, из пущука луч, пусть там боги натворят вселенных. Да? Ну если читать, везде по-разному написано. Я что много всего читала. Ведические тексты вы читали? Да. И что там написано, помните? Да, везде по-разному написано. Как по-разному? Индийских так, тех так, тех так. Ну вот ведические конкретно, у вас же есть? Да, забыли вроде. Тексты сотворения вселенной. Помните, как там описывается сотворение вселенной? Ну да. Ну хорошо. Я очень много помню, ну так, как сказать. Ну именно какие ведические, теперь я уже могу перепутать просто. А в ведах уточняется, что знание строения и сотворение вселенной очень важно для понимания бытия и вообще для... Ну ладно, в таком случае напомните, какое именно ведическое? Ну, конкретно ведическое, рахманское традиции. Ну ясно, что там именно, чтобы я... Напоминаю, в ведах описывается так, что в изначальном духовном мире, где каждое живое существо, как отдельная частица Всевышнего, изначально самодостаточна и самосовершенна сама в себе. Часть искр захотела чего-то нового. Часть искр попросила у Всевышнего создание материального мира. И по просьбе тех искр, которые изъявили такое желание, Всевышний создал материальный мир. Для начала Всевышний испустил от себя лучи, множество их, к основе материальной природы, определенной такой плоскости, в которой эти лучи преломляются и которые их как бы стабилизируют. Каждый из этих лучей имеет свое строение. Вы знаете, что, допустим, обычный луч света состоит из... Состоит из... Из чего? Из фотонов. То есть фотоны — такие мельчайшие частицы, из которых состоит свет. И те лучи Всевышнего в духовном мире, направленные к материальной природе, они также состоят из определенных образований. Эти образования похожи на солнечные системы или атомы. в них в центре проявлен опять Всевышний, вокруг Рада, сила и слава Всевышнего, Ра, вокруг следующие боги, следующие боги, оболочки, следующие боги. И так вот это сферическое образование существует. Каждая из оболочек, каждая из орбит имеет свою специфику вращения. То есть там в ведах указываются числа, с какой скоростью относительно других вращается та или иная орбита. И вот между орбитой силой и славы Всевышнего, Ра, и орбитой бога Астара существует такая как бы граница. Эта граница имеет два рубежа, между которыми пространство. В этом пространстве находятся яйцеобразные местности. Верить и так далее, да? Верить, надеяться и так далее. Это он подобный. Но оно доброе иногда. А, наверное, иногда так. Как это? Одни там переписку ввели в интернете, и один другому пишет, что Арий все-таки добрый, все-таки это вот. А другой ему пишет, да, когда он спит. Да? А первый пишет, не, он вообще не спит. Тогда все ясно, да? Ну, так, долгая переписка, я так и не совсем понимаю, к какому они выводу пришли, что я добрый или не добрый, или какой. Ну, не важно. Надеюсь, выживут. Может быть. Скорее всего. Вероятно. Будет видно со временем. Вот. Поэтому Всевышний направил свои лучи к материальной природе. Каждая из этих лучей состоит из сферических образований, и на одной из орбит этого сферического образования находится что? Наша Земля. Нет, совсем никакая не Земля. Ну, не Земля, а Вселенная. Находится мировое яйцо. В этом мировом яйце на самом его дне проявился рам. Его в этом проявлении сравнивают с огромным жуком-скоробеем. Ого. Ну, я читала такое, что то есть. И там же внизу Вселенной проявлено другое проявление ора в качестве огромного огненного змея, который в себе держит то пламя, которое, в принципе, поддерживает существование самого яйца, и хвосты которого пропитывают скорлупой этого яйца. То есть по-другому это тоже можно сравнить с таким цветком, который в бутон закрытый. И Всевышний в самом низу мирового яйца и спустил что вверх? Дух свой. Дух. Он и так дух. Не так дух. Ну, луч, луч. Так уже луч был. Уже неинтересно. Интересно что-то другое, да? Конечно. А я там помню, что там оно было. Ну, как бы желательно помнить. Я много читала Всевышний. В Ведах указано, что это очень важно помнить. И вот, получается, Всевышний испустил вверх свою священную мысль. И на этой мысли Всевышний переродился. Это проявление Всевышнего в Ведах получило название сварок. Сварок, то есть сияющий, всетворящий Ра, который переродился из одного проявления в другое и как бы материализовался. То есть Ра, как он и был изначально и совершенный, но он покрылся материальными энергиями. там немножко голоса слышит, что-то мешает. Ну, бывает, вы же не. Нет, я имею в виду, но я слушаю дальше, что там дальше было. И что Всевышний как сварок сотворил хорошего? Ну, наверное, вселенную нашу. Ну, да. А как именно называется та штука, которую он сотворил? Та штука, которую он сотворил? Ага. Штука? Ну, то образование, которое он сотворил, тот объект. Ну, если не вселенная, то что еще там? Вселенная есть, наверное. Сварок сотворил название похоже на его имя. Сварожичи. Сварожичи это боги. Чистые, светлые боги. К богам перейдем чуть-чуть позже. Но Сварок сотворил про Сварку вы слышали? Да. Вот. Сварок сотворил Сваргу. Сваргу он разделил на четыре части. В две он отправил свою справедливость и свою мудрость. Получается, этот ромб, этот штрехугольник как бы разделился на две части. И в двух противоположных отрезках завелось добро и зло Белобог и Чернобог. Ага. Как вы думаете, что Всевышний сделал дальше? Ну что, то есть дело, что есть, что имеем. Отделил день и ночь, каждому дал время свое. Это да? Зачем? Затем, чтобы мы сами выбирали добро или зло. Чтоб мы могли совершенствовать это таким образом. Ну да, тоже общие такие понятия, которые в общем как бы и вписываются в данные, но не являются конкретными, не являются точными. Ну хорошо, конкретные и точные я слушаю. Всевышний поднялся над сваргой, когда он сотворил ее, когда он ее утвердил на четырех столбах, когда он конкретно там закрепил за каждым Богом области его ответственности, установил все законы, оставил там ряд своих проявлений, Всевышний поднялся над сваргой и своим проявлением пробил верхнюю часть шкарлупы кого? Яйца. Мирового яйца. Ага. А помните между чем и чем находится мировое яйцо? Между чем и чем? Ага. Светом и тьмой? Нет. Тогда не знаю. То есть идем чуть-чуть обратно. Когда вот Всевышний создал эту платформу для материального мира, он послал к ней лучи. Помните? Да, да. Лучи состоят из сферических таких шаров, в которых есть разные орбиты. И вот в одном из них дальше уже идут орбиты Богов. В центре Ра вокруг него Рада. И вокруг та орбита, на которой находятся мировые яйца, которых множество. То есть получается наше мировое яйцо, как и многие ему подобные, находится между проекцией духовного мира, проявлением Рады, и областями других Богов, то есть уже материальностью. Что-то такое помните из текста? С какого текста? По сотворению вселенной? Нет, я именно точно не помню. Потому что я очень много читала. Когда я читаю, я только лично будем говорить анализирую, имеется в виду к себе, это то, что мне нужно, я беру. А так, чтобы точно что-то там, потому что это надо для того, чтобы точно, это надо знать, что именно точно читать, всегда запоминать. Я читала много и то, и другое, и вообще всякое. Поэтому я просто в общем для себя выбрала все, что мне нужно. Вообще всякое, это, конечно, хорошо. Потому что пчелочка везде летает, а берет только то, что ей нужно. Поэтому каждый человек берет для себя то, что считает нужным. Но есть ведические писания. Да, их именно много. Их я все читала, но все, все много. Ведические писания не так уже много. Ну, ни одни же веды. То есть, вернее, если брать в хранилищах хранятся, то их в действительности много. А из того, что общедоступно, то там вообще визер какой-то. Ну, все равно. Там что? Индийские это че? Четыре индийские ведушки малюсенькие. Там Велесова книжечка, болгаро-памагская веда славян и все, в принципе. Ну, трактуются по-разному. Но текст рахманской традиции канонические о сотворении вселенной у вас же есть? Угу. Ну, вот там как бы и описано то, как оно есть. Угу. Есть. Угу. И его желательно все-таки изучить, и понимать, и помнить, и знать. Потому что в ведах указывается важность этого дела. Угу. А что последнее вы запомнили? Про что? Про строение вселенной. Ну, где яйцо находится? Между чем? Между духовным материальным. Духовный мир представляет кто? Боги. Какие боги? Зачем? Материальный мир представляют боги. Вот. Ради. А духовный, но Всевышний энергии. Духовный мир для нашего является является проявлением рады, которая находится вокруг ара. Ясно. Получается, Всевышний, когда пробил оболочку материального мира, он подобно песочным часам принял в себе искры из духовного мира и спустил их материальные. Так и получилась в принципе та пирамида, которая венчает мировой обелиск, мировую ось, в которой находится наша Вселенная. А как вы думаете, где именно находится наша Вселенная? Ну, сейчас именно. Ну, да. Ну, она в разных эпохах, в разных местах находится. сейчас и откуда. Наша Вселенная бегает по разным эпохам? Да, Почему ей не сидится? Они что там переходят? Космос вращается? То, что на орбите она вращается, это еще ладно. А то, что она везде бегает, это вообще смешно, да? Ну, да, от чего ей бегать? От кого ей бегать главное? Как-то интересно мне выслушать теорию. Я поняла, но я думаю, что Вселенные тоже вращаются. Неужели же они не вращаются? Вращаются все с этим хорошо. Правильно. вращаются как живая и все хорошо. Но где она находится? Именно сейчас? Материальный мир, да. Ну, это я не знаю. Хорошо, хорошо, я желаю узнать. А где вы знаете он раньше находился? Тоже желаю узнать. А тогда с какой целью вы задавали вопрос именно сейчас или не именно сейчас? Хоть когда-нибудь вы можете узнать? Нет, откуда я знаю? Хорошо. Из строения яйца мы разобрали что там есть внутри? Вселенная? Как? Ну, наша Вселенная. Откуда вы? Мы разобрали что есть мировое яйцо, так? Ну. Внизу проявление Всевышнего сколько их там? Проявление Всевышнего? Внизу яйца. Ну, два вроде? Да. А дальше Всевышний что делает? Ну, творит Вселенную. А что все творит Вселенную? Всевышний пускает мысли вверх. И на вершине этой мысли перерождается становится сварагом создает вокруг себя сваргу разделяет устанавливает в ней все нужные законы оставляет свои проявления и что дальше делает? Творит материальный мир все творит Ну, а что? Я хочу чтобы быстрее было Но он-то творит Ну, как творит? Ну, с помощью наверное что Ну, в общем, короче, ладно я слушаю как он там творит Творит по-разному А именно когда он уже как свараг сотворил свараг установил там все законы он поднимается вверх и пробивает шкарлупу мирового яйца Ну, я-то слышала И что делает? Ну, Радослав Ну, что он дальше делает? Я раз не могу помнить Ну, желательно Ну, ладно Мог быть прочитаю еще раз Потому что я все вподрямь читала Ведь зачем тогда нужны тексты зачем тогда нужны речи Нет, я понимаю Если их не знать Если их не знать не помнить наизусть прямо таки отчеканивать Я не думала что будет такой ну, как сказать экзамен у меня по такому делу Почему бы нет? Я думала что мне что-то расскажут новое полезное для моей души Вот А что мне как сказать я не готова к экзаменам Опять же что-то новое что-то полезное Правильно Совершенно верно То, что где-то там упадет наполовину забудется Ну, почему то что мне нужно я всегда все воспринимаю и для себя ну, как сказать у меня ничего не забывается то что мне нужно Это хорошо Но знания сотворения все тоже нужны В ведических текстах во многих местах указано что оно является отправляющей точкой от которой в принципе идет познание мира и познание себя познание своих тонких тел познание даже кармы и других особенностей нашего бытия да по поводу кармы было бы интересно почему-то ну вообще вот так вот более подробно Что именно? Да вообще все Что все? Не, я понимаю ну вот допустим остались ли у меня еще ну кармическое что-то такое и как-то можно погашать или как-то что-то такое вот по поводу кармы было бы интересно конечно Как погашать? Ну я не знаю как погашать но имеется ввиду что я понимаю пока мы будем кормой с чем-то с кем-то связаны мы не сможем ну у нас вот это как сказать руками ногами мы связаны там бываем это так называемое кормой или прошлыми жизнями или кто над чем или там с родителями и так далее и тому подобное вот и нам это может даже очень мешать подниматься по пути вверх правильно? Так кто знать чем или карма или как просто вот сейчас опять вы перечислили ряд в принципе данных которые не особо связаны между собой так надо связать так надо связаться а связываются они только знаниями вед хорошо в таком случае я слушаю как это связать и как это сделать и здесь тогда становится вопрос что мы хотим связать и что мы хотим сделать связать все эти понятия которые не связаны да ну это как набор какой-то перечислили что там или родители или то или что вот именно потому что я то не знаю что именно но на самом деле вы же понимаете что родители получили тоже по своим кармическим заслугам так же это я понимаю и тогда как родители могут быть отдельным параметром если они вписываются в закон кармы ясно да даже великим философам не совсем ясно с этим вопросом почему потому что закон кармы полностью охватывает все мироздание закон кармы по другому является законом причинно-следственной связи ну да а уже закон причинно-следственной связи входит и законы пространства и времени потому что там тоже есть какая-то причина есть какое-то действие даже вот как ученые говорят великий взрыв что-то а может и ничего совсем ничего после взрыва а взрыв все а почему вы ведь я не видеозапись как бы которая говорит независимо от слушающего не я прекрасно слушаю все я хочу не просто говорить и чтобы вы слушали я хочу чтобы вы понимали и вникали в то что мы говорим ну а я что делаю ну надеюсь верю и люблю очень приятно поэтому даже в принципе великий взрыв он так же вписывается в закон кармы то есть осуществилось действие взрыв и его последствия существования вселенной закон гравитации также причинно-следственная связь куда в принципе не ткнись материальном мире все это является как частным проявлением закона кармы можете ли вы назвать хоть одно явление которое выбивалось бы из этого закона ну значит его нету почему значит все все от кармы от кармы почему кармы ну потому что потому что карма а не карма ладно карма это вроде ооо судно ну ясно ясно пусть будет карма нет может быть это у вас как-то осмысленно нет не осмысленно это я просто не туда ударение делаю а что это интересно очень интересно по какой причине оно так представляется почему они туда ударение делают да ну потому что так привыкла карма карма для меня это одно и то же интересно очень интересно да это наталкивает на размышления о возможных ваших прошлых жизнях среди тех народностей которые делали неправильное ударение это в частности некоторые западнославянские народы не знаю то есть возможно от жизни среди тех народов сохранилась не совсем точная склонность ставить не совсем точное ударение и как вы думаете на чем мы остановились в плане створения вселенной ну пропилы это сварок яйцо ну дальше там что было ой то есть это всевышний ну и все да не все это совсем не все не все потому что всевышний тогда принял искры духовные для того чтобы их перевести в материальный мир и всевышний сделал так что два бога Тиффан и Тиффанида которые были с ним они вот эти искры спускали уже сварбу и распространили в нужных местах в нужном качестве в нужном количестве кроме того тогда Аллатара это мировая ось был многопроявленным было самая микро 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 мельчайшая Аллатара дальше следующая по размеру следующая следующая и до того которая сейчас и осталась самая большая Аллатара и вот получается что Тиффан и Тиффанида проходили по сваргам тех Аллатара и они разрушались и сварга падала и как бы разбивалась в следующей по размере сварги и по мере того как Тиффан и Тиффанида создавали материю в следующей опять процесс повторялся пока не осталась единая сварга но в которой материя присутствует на разных уровнях от микро 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 бозонов и так далее квантов до дальше атомов до дальше молекул солнечных систем галактик и так далее эти данные понятны? да хорошо а что у них не понятно? да все понятно а запомнили ли вы их? ну Рудослав я если еще прочитаю это точно запомню хорошо? и если я вас еще потом буду в ПТ через сто годиков да? да не важно через сколько да? чтобы я все у меня на зубок знала я поняла но дело в том что если бы я знала что у меня устроят экзамены я бы уже как-то бы готовилась хотя бы знала по каким вопросам это неинтересно неинтересно да? то есть значит что я человеку говорю вот ты ничего не знаешь ну ты быстро прочитай там все что ты не знаешь ясно и чтобы казалось что ты знаешь зачем это такое? вот вот нет я поняла но тут дело такое что я бы теперь на будущее буду знать что мне будут устраивать экзамены вот вот в чем дело а то я даже не подозревала об этом а я могу и не устраиваться да? да что-то вроде не похоже на это то есть может быть все не похоже на это но разве что времени не хватит хватит хватит, да? а вселенная безгранична да я понимаю времени нету не существует это относительно ну да с теорией относительности я понимаю так вот мы закончили на чем? что? где? когда? и почему? да на чем мы закончили относительно сотворение вселенной? опять вот опять о вселенной а там другого нет хотим а другого нет где? ну где-нибудь там где-то в уме на чем мы закончили? на том, что Тиффана и Тиффания в общем в Тиффании, да? да, да в общем, короче от малейших до ну от атомов в общем мы дошли уже до космоса и так далее в школе декартовые координаты вы изучали? да вроде бы как они выглядят, помните? нет, конечно совсем хорошо, да? надо меня в школу отправить в первый класс, может быть нет, декартовые где-то там не помню в шестом да, ну по новой будем учиться ну не важно ну ладно не отправляю, нет? да просто нет поблизости а то бы можно было отправить ну на один урок хотя бы хотя бы только на один а вот и сразу и сразу экзамен ну да что-то интереснее было так вот смешнее немножко, да? нет просто интереснее ну ладно декартовые координаты это такая штука которые делят сварбу сварбу можно представить я не помню чтобы такое в школе говорить ну ладно что там дальше там как раз насчет сварги не говорят да, вот именно но говорят просто что есть условно говоря плоскость и там есть ось Х и ось У а, что-то вроде этих да, это-то я помню эти меридианы и параллели и так далее это география это география ну ладно а это какой урок был? это математика или там алгебра или что-то такое ну это было геометрией это было геометрией такой ось Х но это к этому я не думаю что может относиться может, да? напрямую относится потому что Рене Декарт он был теософом и философом и он изучая физические данные о сотворении Вселенной строил свои математические концепции ясно то есть это еще раз показывает как знание о сотворении Вселенной можно свести до какой-то той или иной отдельной науки и там его развивать там его детализировать и использовать на благо познания в своей какой-то отрасли так вот есть плоскость сварги получается вхождение Тифона и Тифониды и создали в сварге эти две оси но когда они друг через друга проходили в центре Декартовых координат они создавали материю в той сварге получается что можно этот перекресток как бы увеличить можно же просто представить что Декартовые координаты это как крест из двух линий так же же стрелочка вверх стрелочка вбок а можно этот перекресток увеличить до бесконечности ну и совсем до бесконечности но тоже много ага насколько угодно и в центре этого перекрестка будет такая штука угу а если центр этой штуки увеличится будет такая штука угу в ее центре находится следующее образование в котором находится следующее образование и в котором находится галактическое скопление в котором находится кто? ну наша наша вселенная Это же уже есть, или? Ну, значит, земелька. Да до неё ещё рано. Опять! Но если это галактическое скопление, то что в нём может быть? Галактика? Да. А вот как вы думаете, в нашей галактике сколько рукавов? Рукавов? Да. А я вообще-то читала? Там вроде даже про рукава-то не написано было. Но они могут называться не рукавами. Я думаю, что первый раз это слово вообще слышно. Они могут называться как бы, ну, витками галактики. Или как-то по-другому. То есть вы замечали, что галактика похожа на свастику, так же? Ну так. То есть у неё есть четыре вот эти завитушки. Да что-то вроде же. Так не вроде. Ну ладно, пусть будет так. Ну дальше что там было? Где было? Не, ну, что там дальше? А вообще, что вот это вот? Я просто думала спросить. Конечно, там может не по теме. А чинь тябхеда пхеда тат. А, ну да. Очень понятно. Это пока. Очень понятно. А, но потом мы это разберём. Ну ладно. Сначала я хочу картину мироздания в вашем сознании разобрать. Ага. Потому что смотрите. Рене Декарт взял ведические знания о сотворении Вселенной. И создал, так сказать, свои Декартовые координаты. Которыми математики пользуются до сих пор. На которых, в принципе, базируется вся вычислительная техника. Да. Дальше товарищ Никола Тесла начитался данных о том, как Белобог и Чернобог противостоят. И определил, что можно же там ввести третью составляющую. То есть есть Белобог и Чернобог, а можно ещё ввести гармонизирующую составляющую Праби. Потому что сейчас плюс и минус в электричестве. Так же ж? Да. И как бы на этой идее основываются все его дальнейшие изыскания. Ну, молодец. Потому что он знал, что должно быть так, что прав я виновен. А когда только я виновен, он маловато. Или ряд других исследователей, они также брали те или иные отрасли физических знаний, не имея целой картины и даже не желая эту целую картину изучать. Они кусок вырывали, мельчайший кусок, и на основе этого куска развивали свою целую науку. То есть видите, насколько общее физическое знание огромное, всеохватывающее, если даже из его мельчайшего элемента можно создать отдельную науку или как минимум научную теорию. Вы тут? Вроде бы. Вот. Так все-таки. На чем вы остановились? По поводу чего? Вселенной. Ого. Ну, когда Тихона и Тихонита творили вселенную, они, ну, в общем, как икс и икс. И там, там, где они... Ну, в общем, короче, я все это... Ну да. Ну да. А что там дальше было? Ага. 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 Это сделано по образу и подобию сварги. Ага. 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 А уже там где-то там, что там четыре таких доли. Ага. 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 И мы живем какой? В четвертой, по-моему. Ну да. Как бы, сегодня я еще проверял. Нет. Ну последние. В четвертой... Ааа. Это шутка, но как бы, соответствующая. Ну, к сожалению, да, а что сделать сейчас mesmo? Живем здесь. Поэтому наша Солнечная система, в ходе войны времени была оторвана от своего места в галактике и она сбилась в кучку с другими такими же оторванными солнечными системами и вот эта кучка упорядоченная хорошая красивая такая а двигается в галактике переходя из рукава в рукав и как вы думаете что это обуславливает какие процессы на земле когда же это все кончится нет я имею ввиду хотя бы она вышла бы снова там где ей положено было быть зачем но что-то хотя бы посветлее было несколько словно чтобы было как было когда так убили те солнышки луны убили а солнышки то не убили ну как сегодня невозможно убить но возможно сделать так что он не будет доступен и в ходе одной из воин времени враги направили такой вид оружия в эти солнца которые сместили их временность на несколько параметров отдаливших их от основной временности нашего пространственно-временного континуума вот так и оружие придумали ну да оружие придумали качественно поэтому мы остались с одним солнцем да к сожалению и что теперь больше никогда не вернутся к нам те солнышки другие так их же они есть они на своих орбитах но они просто сместились во времени они на несколько мельчайших делений а в разном времени относительно нашего времени ясно и получается что они к нам уже никогда не вернусь получается что они совершенно недоступны нам вообще для понимания для осязания к сожалению да сейчас зачитаю прямую цитату из вед вы готовы и услышать ну да я слушаю уточнить это у кого-то спросить там может на улицу у кого-то спросить пойти нет тут а тут у кого спросить а че в одном из углов стоит живое существо ну к сожалению я не вижу а че живое здоровое ну нехай себе стоит итак сейчас я зачитаю текст о воинах времени чуть-чуть о природе времени вы знаете а че это живое существо делает это на существо то что мы говорим но у нас вроде бы это все знает правильно да сомневаюсь это один из местных духов которые здесь живет слушает всех лекторов один мой знакомый сюда пришел на него паразит сел на улице вот эти что на людях сидят на него такая штука села и вот по чуть-чуть жрала а потом я смотрю этот вышел ну как бы он стал полезненьким в той ситуации однако если вы знаете вот допустим у одного кота есть его территория если привести другого он кого зацарапает или как пример пауки в банке поэтому как раз то что он убил то живое существо не доказывает его хорошести все поняла поняла однако что живет вот там вот вот эти студии так что все добрые природу пространство и времени вы знаете природу пространство и времени да ну читайте я слушаю я хочу не чтобы вы слушали а я хочу я хочу чтобы вы понимали я не хочу чтобы вы были просто слушать вот слушательницы слушатели это в ютубе те что там смотрят в интернете они вот пусть себе слушают и тех кто из них сможет понимать пусть обращаются я им помогу дальше понимать но от вас и от тех других людей которые непосредственно со мной общаются я хочу не просто уровень слушателя уровень понимать а уровень понимающего сознающего человека с которым уже можно дальше это обсуждать с которым уже можно дальше какие-то вести проекты по изучению этого дела и так дальше поэтому напоминаю что природа пространство и времени заключена плоскости сварги сварга это та плоскость которую сотворил сварок и там есть правь мудрость явь и навь правь это законы вселенной которые определяют как все это взаимодействует мудрость это информация о всех свойствах того или иного объекта или субъекта во вселенной явь это проявленный грубо материальный сотворенный мир несколько застывший в своих конечных формах и навь это тонкий план который постоянно изменяется постоянно разрушается постоянно переделывается и так далее явь и навь взаимопротивоположны и если мудрость и правь они взаимодополняющие они как бы две стороны одной медали понимаете чуть-чуть надеюсь то получается что поскольку я и навь являются плюсом и минусом то они порождают ту энергию которая нами воспринимается как время но поскольку это сугубо в контексте плоскости сварги то получается что пространство и время это единая плоскость нету отдельное пространство отдельно времени это одно и то же явление которое состоит как раз из тех колебаний которые порождаются борьбой белобога и чернобога которая распространяется в но они и других отделениях сварги и по сути дела едино настолько пропитала уже саму сваргу что едино с ней есть в ведах ряд знаний которые если дальше развивать то можно самому воздействовать на время вот вы допустим знаете что энштейн написал теорию относительно да и энштейн пробовал телепортировать корабль то есть вот плыл корабль он сделал там определенные приборы корабль как бы куда-то перенесся и кто опять появился а можно еще также через время переходить но с путешествиями в прошлое может сработать закон временного сглаживания вы знаете про закон временного сглаживания первый раз то есть простой пример допустим вы решаете убить своих родителей строите машину времени отправляетесь в прошлое когда они вас еще не родили и убиваете это порождает причинно-следственную связь что они поскольку умерли они вас не родили дальше это порождает причинно-следственную связь что поскольку они вас не родили то вы и не отправились в прошлое Если вы не отправились в прошлое, вы их и не убили. Ха, дела, действительно, да, интересно? А если вы их не убили, то тогда они живут, рождают вас, и как бы вы тем, что вы путешествуете во времени, вы как бы сама себя закольцевали в этом вихре, и оно не имеет никакого дальнейшего развития, и вам кажется, что вы якобы что-то сделали, а оно потом само всё восстанавливается. Это существует такой закон временного восстановления, заживления, временного сглаживания в разных текстах чуть по-разному. Суть такая, что это сделано для того, чтобы никто не мог нарушить планы Всевышнего. Ну, ясно. И чтобы как вот уже основная линия реальности идёт, чтобы так она и развивалась. Те какие-то дополнительные ситуации, которые где-то надо развить, они развиваются в соседних реальностях. А в этой реальности так. И поэтому изменять прошлое, да, можно. Однако, допустим, если так подгадать, что вот я украинец, всё такое, всегда воплощался здесь, но жили люди в Америке, индейцы. Я не имею с ними никаких ни биологических, ни кармических связей. То есть, если даже убить там половину индейцев, в моём роду от этого меньше людей не станет. И таким путём можно отправиться в прошлое Америки, найти то племя, которое не играло ключевую роль во время конкисты, ну, когда захватывали европейцы Америку, и там даже убить всё племя. И оно не отразится на вашу временную линию. И в таком плане закон временного сглаживания не сработает. Но это возможно только не если сейчас вот подумать, а какое же там племя, которое там вот неважно, и как туда пойти. А если вот уже просто наобум пойти, и там сделать какое-то действие. Тогда оно не будет подпадать под закон временного сглаживания. Если же здесь, исходя из тех последствий этого события, которые сейчас есть, предпринять решение спускаться в прошлое и изменять, тогда это будет непосредственно подпадать под закон временного сглаживания. Заворотка мозгов не случилась? Нет, но я немножко так и поняла. Мне это вот один человек в Москве, сказал, что у него наступил заворот нейронов головного мозга. А у меня нет. У него занятия. Я ему тогда, я ему объяснял астрологию, он для фирмы своей хотел там всё это делать. И чтобы ему это объяснить, я ему объяснял природу, пространство и времени. Когда я ему предоставил несколько уравнений по пространственно-временным перемещениям и по конвертации время одной реальности к другую, он с этими уравнениями неделю ходил, потом ко мне вернулся, говорит, всё, у меня заворот нейронов головного мозга. Нет, и потом он всё-таки пошутил или правда сказал? Что-то у него, ну мало ли что получается с головой, если лишнего всё это действительно. Ну как может быть? Ну у меня с головой всё хорошо. Ну слава богу. И вот, как некоторые говорят, что я не улыбаюсь. Почему? Я об этом не сказала. Вот здесь видите, дополнительная улыбка есть. У меня на капюшоне. Даже? Ну видите, здесь как два глазика. Да. А здесь крот. Я бы не сказала, что это дополнительная улыбка, но если вы не улыбаетесь, я куда-то у меня такое не сказала бы. Ну, некоторые в интернете пишут, что у него там каменное лицо. Он там сидит и это самое, только вот так вот. Ну, то, что так одет, и тут просто холодно. На всякий случай дополнительная улыбка есть. Ну, не знаю, что там про дополнительную. Ладно. Такую вижу. Ну, что там? Возвращаемся к идее пространства и времени. Действия, вот если мы живём на этой территории, мы принадлежим тому или иному полу, тому или иному возрастному отрезку, то нам эгрегоры сразу подсказывают, как это надо делать в похожей с нами ситуации. Или какие-то демоны могут пытаться подкидывать свои какие-то идеи. То есть, есть куча разных вариантов, где желание может возникнуть. Это нужно отследить. И если ты поймёшь, что тебе эгрегор банально подсказывает какой-то идиотизм, то что ты будешь это исполнять? Если так, ты думаешь, о, желание возникло. И тогда в действительности непонятно. Ведь как бы это моё желание? Ведь как бы, ну, как себя как-то так дискриминировать? Или как некоторые над собой издевают? Вот нам мясо хочется, и что мы будем над собой издеваться? Тем, что есть мясо, разве что? Не, ну, когда я им говорю, что не едите мясо. Они, ну, а нам же хочется. Ну, вкусовое ощущение, не так просто отказаться и так далее. Здесь тоже начинается много в больших-больших кавычках философии. Хотя на самом деле это всё лишь показатель, что они не разбираются. Если они разберутся и поймут, фу, так это же не мне мясо хочется. Это же Грегор подсказывает, что все сейчас люди моей местности едят мясо, и, значит, и мне оно потенциально может понравиться. А я это понимаю, я это откидываю, пошёл, и Грегор к чертям. Здесь тоже некоторые примеры я привожу с пользования интернетом. Вот, допустим, если ты смотришь на Ютубе те или иные видеозаписи, часто бывает, что Гугл, вернее, Ютуб, ну и Гугл также действует, в принципе, выбирает похожее, и они там уже рядом стоят. То есть, так же и Вселенная делает. Но только Ютуб не высчитывает потенциальные интересы нашей местности, а может и высчитывает, кстати, я не знаю. Однако Вселенная разрешает Грегорам высчитывать потенциальные интересы нашей местности, и те Грегоры, с которыми мы хоть как-то связаны, они нам пытаются подсказки такие давать. Эти подсказки не хороши, не плохи сами по себе. Однако, если мы осознанно к ним подходим, мы понимаем, что это всего лишь подсказка. Её можно исполнить, можно не исполнить. Но это не моё желание, мне не надо со мной над собой какое-то насильство совершать. А если человек не понимает, он думает, а зачем над собой насильство совершать? Или ещё некоторые, да, они несколько, допустим, дней не едят мясо, они так тужатся, всё, вот не едим, ещё один день мясо, и вот ещё не едим. И пошли, и едят уже там за десятерых этого мяса. Потому что они, не понимая, почему не надо есть мясо, это, допустим, делали для кого-то, или для собственного престижа, или ещё для чего-то, а потом они с этого сорвались и пошли ещё хуже, чтобы наверстать, так сказать. А если разбираться, откуда бы это всё происходит, то не надо насильство совершать. Вообще, это страшнейшая тоже иллюзия, и в этом только нужно разобраться и понять, что это иллюзия. Что дальше? Ну, в таком понимании змейборства есть? Ну, какое-то там в высшем понимании? Есть война с нагами, допустим. Наги — это одна из демонических таких существ. Ну, как таковое змееборство, оно не является одним из основных символов ведической традиции, допустим. Оно скорее характерно постведическим каким-то культурам, где запечатлено, что змей — это, значит, один из символов чернобога, ой, чернобог такой плохой, ой, значит, надо его прибить поскорей. И еще плюс память, что наги — это были такие, которые змеям поклонялись, которые сами на змея были похожи. И, то есть, с ними вот это надо воевать, значит. А чему тогда в Сау все над Ванкура и Саура, и так далее Сау, а не Мау, Читал, Чипрау? Потому что в первую очередь самым понимаемым для нас аспектом Всевышнего является его свет. В конце концов, мы не порождение тьмы, а порождение света. Я не исключаю, и в ведах даже это описано, что во Вселенной есть и существа, которые являются порождением тьмы. Однако мы — это прямые потомки света во всех смыслах этого слова. Исходим изначально. Материя Земли является выброшенной плазмой Солнца изначально, которая тут остывала, в которую врезались кометы, в которую врезались астероиды, врезались другие мелкие планеты, другие дополнительные солнечные энергии, и все это сформировало Землю. То есть земная материальность происходит непосредственно из Солнца. Дальше. Известно, что наша искра начинает свой путь в глубинах Солнца. Дальше в фотоне она влетает на Землю. И здесь начинает эволюцию. Фотон оплодотворяет местную материю, рождается минерал, растение и так далее.